Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире РГВК Дагестан. Вы смотрите программу «Подробность». И сегодня у нас в гостях главный жилищный инспектор, он же руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан, Косянов Сергей Володимирович. Сергей Володимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, у нас есть как минимум два инфоповода. Это мобильное приложение госуслуги.дом и визит вашего старшего коллеги, если так можно назвать, главный федеральный жилищный инспектор РФ, Еревский Алексей Васильевич, он же заместитель министра РФ. Давайте все-таки по поводу нашего уважаемого гостя. Понятно, что достаточно обширный перечень вопросов, по которому он здесь и инспектирует, и взаимодействует, в том числе и с вами, и с другими представителями органов власти Республики, но по части предложения, продвижения его. Какое он может содействие оказать, что уже сделано, и какие наработаны пути развития? На сегодняшний день так получилось и совпало. Алексей Васильевич приехал на мероприятие, которое проводится в нашей Республике, историко-культурный форум. Под его руководством составилась сессия по историческим поселениям. По итогам было проведено совещание, где были рассмотрены вопросы подготовки жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Дальше были рассмотрены вопросы платежной дисциплины и, соответственно, продвижения мобильного приложения «Дом госслуги». Также Алексей Васильевич с руководством Министерства строительства ЖКХ Республики Дагестан, Дагестанского фонда капитального ремонта, администрации города Каспийска прошли по городу, по домам, где были проведены виды капитального ремонта. В целом, главный федеральный жилищный инспектор остался доволен той работой, которая сегодня проводится. В частности, здесь, наверное, я хочу сказать, всей командой. Ну да, да, и вашим ведомством. И Министерством строительства, архитектуры ЖКХ, и Дагестанским фондом капитального ремонта, конечно, это и администрация города Каспийска, ну и при поддержке, наверное, и при помощи жилищной инспекции Республики Дагестан. Если говорить подробно о мобильном приложении, которое сегодня разработано и которое запускается в целях облегчения доступа как оплаты за жилищно-коммунальные услуги, так и коммуникации между жителями, проживающих в многоквартирном доме, конечно, сегодня оказывается большая поддержка и Министерством строительства Российской Федерации, и Министерством цифрового развития Российской Федерации. Разработано данное мобильное приложение, и куратором данного приложения сегодня является оператор информационной системы. То есть это оператор ГИС ЖКХ. Ну я вот скачал это приложение, в App Store оно и есть в том числе, это, по-моему, для андроидов тоже, оно также доступно в перечне приложений. Есть одна загвоздка, и спасибо, что вы мне ее разъяснили. Перед началом съемок я, как бы, скачав его, ну не смог просто тут зайти и пользоваться, как бы, да, там надо было какие-то реквизиты заполнить, и так далее. А в чем дело-то? Вы знаете, здесь упирается в то, что первое, а, гражданин, который житель, который имеет право собственности в помещении, проживающем в многоквартирном доме, и когда он заходит в мобильное приложение, он должен внести помимо адреса помещения, в котором он проживает, еще и кадастровый номер. И если кадастровый номер не совпадает с адресом помещения, то в мобильном приложении вы не зарегистрируетесь. И в этом у нас, конечно, большая проблема. На сегодняшний день мы проводим совместно с Роскадастром мероприятие по наполняемости государственного адресного реестра. актуальной информации, начиная от адресов кадастровых номеров земельных участков по помещениям в многоквартирных домах, по адресам многоквартирных домов, в целях, чтобы житель или гражданин, имеющий право собственности, зарегистрировав на платформе госслуги дом, мог увидеть себя, свое помещение, увидеть, опять же, там те приборы учета, которые сегодня привязаны к его помещению, с дальнейшим выставлением показаний. Ну а ресурсоснабжающие организации и организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, они вставляют платежные документы. Ну а автоматом формируется абоневенский номер и так далее, и так далее. Совершенно верно. И у нас получается, что на сегодняшний день данное приложение выдает единый информационно-электронный платежный документ, по итогам оплаты которого у каждого собственника помещения этот платежный документ оседает в личном кабинете госуслуг. До начала съемок вы также упомянули о такой проблеме, которая в том числе это приложение решает, ну, по крайней мере, должно решить по целям и задачам, под которые оно формировалось. Когда на одном адресе, почтовом, так назовем его, находится несколько объектов недвижимости, и люди, оплачивая, допустим, за услуги ЖКХ, указывали лишь только почтовый адрес, они фактически отправляют деньги в воздух. Они подвисают, почему? Потому что не может сесть за оплату того или иного, за услуги ЖКХ для того или иного объекта, потому что там уже нужна привязка по кадастровому номеру. А здесь, получается, все будет уже воедино, централизовано, и без каких-либо уточнений сразу уйдет куда надо. Совершенно верно. И вот здесь как раз мы тоже и Роскадастром, и с организациями, управляющей компанией, и ресурсообжающей организацией проговариваем о выставлении в платежных документах тех реквизитов, на основании которых садится платеж, и дальше уже идет поставщику. То есть конкретно вываренные реквизиты, они, соответственно, позволяют четко садиться платежному документу и других документов, которые сегодня есть на каждом помещении, чтобы житель, заходя в приложение, мог видеть, вплоть до того, что даже как расходуется это средство, например, там план-график проведения капитального ремонта на его многоквартирном доме. Да, кстати, интересная информация. Что там должны делать в рамках этого капитального ремонта? И когда, главное? И за какие деньги? И получается, больше нигде эту информацию нельзя получить? Или есть другие формы? На сегодняшний день более расширена платформа ТАГИС ЖКХ. Там есть весь жилой фонд. Но здесь конкретика идет для многоквартирного жилого фонда. Помимо того, что портал, платформа мобильная госслуги дом позволяет не создавать дополнительных контентов для общения жителей, которые проживают в данном многоквартирном доме. То есть они прямо там же создают группу общения и там могут переписываться дополнительно. Плюс основная здесь, наверное, такая изюминка в том, что житель, заходя в мобильное приложение и оплачивая по платежам документы, которые у него привязываются к лицевому счету, он оплачивает без комиссии. А где он с комиссией оплачивает? А на сегодняшний день он везде с комиссией. Платежный документ, который сегодня он получает на руки... То есть он в файновую кассу приходит? Он приходит, да. И там будет комиссия? Совершенно верно. И она составляет в среднем до 5%. Комиссия, которая идет на оплату той самой бабульки, которая сидит за стеклом и принимает ваши деньги? В том числе. В том числе. Я к этому еще вернусь. Я вот по поводу, вы сказали, чаты для общения, ну, погодите. А вот сап-чаты, которые уже, в принципе, по умолчанию созданы. Вы думаете, что жителям будет удобнее общаться в чатах внутри приложения госуслуги.дом? Да, потому что здесь чат, который будет создан, там же будет выставляться со стороны жителей обращение в адрес управляющей компании, и все об этом будут видеть. И управляющая компания обязана будет реагировать. А самое интересное, что данное сообщение, где житель, нажимая и ставит галочку под сообщением, оно может дублироваться на платформу жилищной инспекции. И здесь мы можем моментально реагировать. Ну, там, видимо, чат не совсем такого достаточно смайлика свободного общения. Все-таки там более-менее официальный формат. Совершенно верно. Есть проблема, мы ее озвучиваем, у нее есть фамилия, имя, отчество, либо есть конкретный адрес, номер квартиры. То есть здесь уже анонимно не получится. Окей, значит, давайте так. Чаты в госуслуги, чат в госуслуги точка дон, где общаются жители, это некая финальная стадия того предварительного общения, и уж извините за откровенность, как бы той рукой бесконечных споров, которые происходили до того, по той или иной теме, непосредственно, может быть, там, в чате в каком-то мессенджере у этих жителей. То есть они формируют некое понимание, некую проблему они как бы сфокусировали, как говорится, сфокусировались на какой-то проблеме, и потом уже, когда есть четкая формировка, они выходят в этот чат и уже там более-менее официальным четким языком дают понять. Уважаемые управляющие компании, у нас вот тут болит. Совершенно верно. И мало того, что сегодня чат иногда служит неким сопутственным инструментом, когда жители хотят провести собрание в режиме онлайн, не выходя из дома. Вот, кстати, очень удобная штука. Администратор, который заведомо сразу прописывает повестку в чате, представители, там, председатели секретаря собрания, да, он, соответственно, сразу же может обсудить, а потом он формирует повестку уже непосредственно, направляя ее для жителей, и жители, соответственно, по этой повестке принимают решения по каждому вопросу. Дальше формируется единый протокол электронный, он дублируется также на сайт ГИС ЖКХ, но также и садится как протокол электронный, привязанный к многоквартирному дому, где жители его видят. И все это официальный документ. Это официальный документ, да. Мало того, что он, когда садится непосредственно в госслугу дом, также садится в ГИС ЖКХ, и жителям, либо председателю, либо инициатору общего собрания в электронном виде, ему не надо уже сегодня в течение пяти рабочих дней данный протокол нести в инспекцию, потому что он уже садится, и инспекция уже видит, что протокол есть, собрание проведено, кворум есть, решения приняты большинством, и они легитимны. Дальше просто этот протокол подшивается уже в дело дома. — Хорошо. Возвращаясь к истории с этими бабульками за стеклом, ну, 5% условно говоря для нас понятно, за что мы платим, чтобы им за оплату платить, но погодите, не дублируют ли госуслуги точка дом те уже ресурсы, которые имеются на тех же госуслугах или МФЦ, когда, допустим, люди уже ранее оплачивали и до этого приложения онлайн все эти ЖКХ-услуги? — Вы знаете, мы рассматривали данный вопрос и проанализировали в том, что, по сути, это та же самая платформа госуслуги. Единственная здесь универсальность в том, что, когда ты заходил на госуслуги на ГИС ЖКХ, для того, чтобы оплачивать без комиссии, тебе нужно было заводить электронный кошелек. Там есть возможность. И ты кладешь деньги на депозит, электронный кошелек, который ежемесячно списывает, и ты тем самым не оплачиваешь комиссию. — А, там как бы автоматом списывается. — Да. А здесь ты можешь сразу. — Банковским языком выражаясь, так называемый некий аналог инкасса. — Совершенно верно. — Погодите. Опять мы только в комиссию упираемся? То есть, получается, госуслуги точка дом нам позволяет просто совершенно без комиссии оплачивать? То есть 5% мы в офлайновой кассе оплачивали, ну, сколько-то процентов мы оплачивали в ГИС ЖКХ, а теперь совсем без процентов мы оплачиваем. — Вы знаете, в зависимости, опять же, от банка развития, условно говоря, это может быть Сбербанком, Россельхозбанком и так далее, у всех процент, он разный. Например, Россельхозбанк у него был самый большой, там до 7%. — При оплате? — При оплате. — На оплате ГИС ЖКХ? — Да, совершенно верно. То есть люди, которые заходили через ГИС ЖКХ, у них привязана карта Сбербанка, и карта, например, там, Россельхозбанка, он со Сбербанка платил, там, условно говоря, 3,5%, максимум там доходило до 4%, а Россельхозбанка там до 7%. — Странно. Я думал до сих пор, что вот эта процентная такая коррекция, она больше связана со сложной системой межбанковского взаимодействия, но когда речь идет о банковском взаимодействии с какими-то порталами государственного уровня, ну, как-то, ну, ладно, окей. Это уже вопросы к Россельхозбанку. Если все-таки по продолжению, вот еще раз, значит, давайте в резюмение, которое подведем. Пользоваться им полноценно, не скачать, а именно пользоваться, могут только собственники конкретных объектов недвижимости. Вы еще до съемок уточняли, это не какие-то частные домовладения, а именно квартиры, многоквартирные дома. — Да, совершенно верно. То есть это только собственники помещения в многоквартирном доме. То есть дом госуслуги предназначен для собственников и граждан, которые проживают в многоквартирном жилом фонде. — Это первое. Теперь что дает госслуги дом? Возможность оплачивать совершенно без комиссии все ЖКХ-услуги. — Совершенно верно. — Я прав? — Да. — Газ, свет, вода. — Все. Жилищно-коммунальные услуги. Все. — Второе. Возможность, скажем, некого... Возможность официального чата между жильцами конкретного дома, который имеет своего рода статус уже практически официального обращения в ту же управляющую компанию или дальше уже в инспекцию и так далее. Правильно? — Да. — Это фактически с нас снимает необходимость дополнительно куда-то в какие-то окошки писать, открывать какие-то сайты, в том числе вашего ведомства и еще что-то. То есть искать адреса, куда можно направить свою жалобу, официальную жалобу. — То есть здесь получается некая универсальность, когда ты, например, там, или житель, мы понимаем, особенно когда у нас август месяц он был напряженный. — Мягко говоря. — И действительно, электроэнергии нет, соответственно, нет воды. — Да. — Жители начинают писать во все инстанции. — А тут возможность одного окна. — Совершенно верно, да. Единое окно. — Хорошо. И четвертое. А что четвертое? — А четвертое в том, что каждый житель, во-первых, видит отчет о проделанной работе управляющей компании. Дальше. Он выставляет показания приборов учета. На основании показаний приборов учета выставляется платежный документ. И когда на сегодняшний день мы говорим о том, что компания, например, там, Пауру сети Северный Кавказ, Дакэнерго пытается доначислить сверху за потребленную электроэнергию на собственном помещении, то здесь у них уже не прокатит. — Хорошо. Это предложение должно быть скачано жильцами. Они должны занести туда свои реквизиты. Но у нас не все жильцы домов являются собственниками. Как в этом случае быть? Вот смотрите. Они, скорее всего, оплачивают услуги ЖКХ. И даже так, я скажу вот в буквальном смысле, они являются потребителями его. То есть для них все эти ваши прянички, примочки, вот эти все вкусности, которые есть в продолжении, они недоступны. Как в этом случае? — В этом случае на сегодняшний день собственник либо должен дать право зайти в личный кабинет и, соответственно, с дальнейшим оплаты за ЖКХУ. Либо квартиросъемщик или наниматель жилья, он, соответственно, расплачивается за ЖКХУ, за аренду собственником, а тот уже вносит плату. — И еще один момент очень важный. Это все возможно только тогда, когда есть официальный документ. Я понимаю, что «зеленка» — это неправильно. — Право собственности. — Да-да-да. Для зрителей легче будет так донести информацию. Но правильно ли я понимаю, вам как бы виднее, как жилищному инспектору, что далеко не все объекты недвижимости, в которых вроде даже полноценные как бы собственники находятся, живут, но далеко не все имеют статус именно вот как бы собственности. — Право собственности, да, совершенно верно. И вот, к сожалению, тоже последнее печальное событие, которое у нас произошло, когда буквально неделю назад газовоздушный хлопок у нас произошел. — Это в Семендере. — В Семендере, да. — А еще ранней трагедии 15 августа взрыв силитры, где большое количество домовладений в итоге не могут получить компенсацию, потому что, извините, документы. — Не зарегистрировал право собственности. И здесь жители, когда сегодня приобретают право собственности, в первую очередь они должны читать договор. Договор купли-продажи. И вот, наверное, правосознание к нам придет позже, но оно придет, когда каждый собственник будет отставить свое право, в том числе то, что прописано в договоре с застройщиком. И не будет вестись на эти легкие квадратные метры, я имею в виду дешевой стоимости, которую сегодня люди приобрели, а в результате получается так, что договор — это фикция. Застройщик, который построил данный дом, он уже сбежал, либо его нет, от слова совсем. И жители сегодня маются, они не могут сегодня толком подключить жильщик коммунальной услуги, открыть лицевой счет, заключить договор на поставку коммунальной услуги, ну и, соответственно, ввести в гражданский оборот данный многоквартирный дом. — А давайте немножко расшифруем как предысторию. Вы сказали, как бы, искушаясь на дешевую цену за квадратный метр жилья, люди становятся жертвами вот таких вот, как бы, мошенников. А за счет чего именно такая дешевая эта цена? Вот, получается, нет определенных заключенных договоров со снабжающими, энергоснабжающими организациями, да? Нет, как так называемых тех условий, за которые, как бы, должен был застройщик какую-то оплату внести, провести какую-то работу, процедуру, инспекцию, там, получить какие-то стандарты. Так я понимаю? — Да. — То есть часть расходов, которые он должен был бы понести, для того, чтобы потом полноценно людей подключить к сетям, он эти расходы просто, ну, условно говоря, вывел из системы смета... — С метно-сводного расчета, да? — Да, да, с метно-сводного расчета, и поэтому у него жилье получилось дешевле. Даже с его какой-то заоблачной маржой на включающий билет до Дубая или там еще какие-то дополнительные, скажем так, подстраховочные моменты для бегства. Так я понимаю? — К сожалению, так и получается. Но мы должны, мы живем в России, должны понимать, скупой платит дважды. Не может быть так, что когда ты приобретаешь жилье по дешевой цене, ты получаешь некий стандарт качества, в котором в дальнейшем ты будешь проживать. И как практика показывает, на сегодняшний день у нас происходят перебои с электроэнергией, с водой, с газом. Когда у нас по времянке подключают данные коммунальные услуги, и когда не хватает напряжения в части... — В том числе для официальных абонентов. — Совершенно верно, да. Точно так же, как и объем газа, который необходим, объем воды, который необходим для потребления жителей данного дома, микрорайона, улицы, да. Вот у нас происходят такие, к сожалению, аварии. — Сергей Владимирович, я, может быть, забегаю несколько вперед, а может быть, наоборот, что-то путаю мягкое с теплым, да. Но вот, допустим, есть такая услуга на каких-то сервисах и приложениях, наверное, в том числе, для покупки авто. Когда ты забиваешь определенные реквизиты автомобиля, да, в документе вот техпаспорта, и ты получаешь его предысторию. То есть тебе продавец рассказывает одну легенду, а этот ресурс, приложение тебе сообщает. Бита, крашена, перевернута и так далее. Почему у нас нет возможности в рамках того же, там, госуслуги «Точка дом»? Элементарно, вот приходишь к застройщику, он говорит, я продаю квартиру. Отлично, дай там, у каждого же объекта есть какой-то условный номер, там, кадастровый и так далее. Я забиваю этот кадастровый номер, и у меня там высвечиваются красными, такими желтыми или оранжевыми цветами. К этим сетям не подключен, к этим сетям не подключен. Тут штрафы, тут такое. Почему такой услуги нет? Или она есть, я о ней не знаю. На сегодняшний день у нас ее пока нет, но она планируется, и Минстрой сделает, и это будет такая цифровая карта. То есть верификация застройщика в один клик, правильно? Совершенно верно, да. То есть это некий цифровой двойник, аналог цифрового города, где тот объект недвижимости или объект капитального строительства, который на сегодняшний день самовольно возведен, который не получил технические условия, соответственно, по нему будет вся информация, и житель перед тем, как приобрести объект недвижимости, заходя туда, он его увидит. Точно так же он сегодня может и обратиться, опять же, в Министерство строительства архитектуры ЖКХ Республики Дагестан. Данную информацию по адресу проживания, либо при покупке объекта недвижимости им дадут консультацию. Отлично. Друзья, я понимаю, что главным образом информация, которую мы сегодня так или иначе попытались проанализировать, раскрыть в деталях, она главным образом полезна именно для собственников жилья в многоквартирных домах. Совершенно верно. Но, поверьте, в рамках тех тем, которые мы так или иначе затронули, это в том числе верификация застройщика, это в том числе приведение в порядок документов, связанных с вашим жильем, а эта проблема возникла не на ровном месте, и она связана далеко не только с многоквартирными домами, а, к сожалению, с частными секторами, и в Семендерии, и в районе Черных Камней, так называемых. Эти вопросы так или иначе мы будем регулярно поднимать. Но сегодня мы говорим о приложении. Друзья, скачивайте, заходите, там, соответствующие ресурсы для андроидов или для яблочных телефонов. Еще раз напомню, название приложения – «Госуслуги.дом». С нами сегодня в гостях в программе «Подробности» был руководитель госжилинспекции Республики Дагестан, главный государственный жилистный инспектор Республики Дагестан, Касьянов Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, вам спасибо большое за уделенное время. Спасибо. Я вам желаю успехов в вашей работе, и что однажды мы сможем также в один клик верифицировать застройщика, как, допустим, сегодня мы проверяем авто перед покупкой. Совершенно верно. Друзья, это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами на РГВК. Не болейте. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин